Музыка Привет всем, снова с вами Сахалинс Итак, я уже говорил, что в этом сезоне попробовал ловить на более дорогие японские силиконовые приманки из, так скажем, съедобного пластика И при всех их плюсах, то есть это съедобность, лоистость, хорошая игра у них есть огромный недостаток это их неспособность держаться на сетнике, частое слетание даже во время заброса поэтому я гуглил и нашел несколько вариантов их монтажа первое, это я уже показывал в своем ролике что я сделал маленькие пружинки, цеплял их на крючок и, в принципе, таким способом приманка держалась вполне надежно мне понравилась, но страдала эстетическая часть то есть это было не очень красиво поэтому я перешел на второй вариант это уже готовые крепежи от IDM Fisher сами собой они представляют некую пластмассовую елочку на которую крепится тот же силиконовый твистер или виброхвост и потом уже надеваются на крючок этим монтажом я пользуюсь на данный момент ссылки на эти ролики будут добавлены в описании но, работая в большом рыболовной компании у меня есть возможность посмотреть что еще могут предложить нам, любителям джига другие производители крючков ну а для того, чтобы это показать перейдем в режим говорящих рук поехали! начнем, пожалуй, вот с таких вот крючков от компании Varivas или Varivas, не знаю точно многие слышали о силиконовых стопорах которые надеваются после того, как вы оснастили приманку оффсетник в данном случае называется как это называется Second Byte классический оффсет на котором уже имеется силиконовый стопор в качестве приманки попробую оснастить вот такого гамблера самое интересное, что стопор уже находится на оффсете и снимать его я не вижу смысла точнее он, собственно, снимается поэтому берем приманку протыкаем ее по-стандартному а вот даже самое интересное чтобы закрепить, нам нужно протащить ее через силиконовый стопор и этим самым разбив то место, которое мы пытаемся закрепить после этого, как всегда, протыкаем на муслиманку и вот что у нас получается то есть, сама задумка в том, что вот это место не будет слетать благодаря стопору но, по-моему, это ну, не самый лучший вариант на мой взгляд следующий ассет от компании Декой называется он Кук Ворм 22 также 3.0 в чем фишка этого производителя сейчас мы достанем ассетник на крючке уже имеется вот такая вот конструкция то есть, это некая железная вставочка с небольшим крючком здесь уже нам не надо протыкать головную часть мы просто берем приманку и вставляем в нее, в бошку вот этот вот зажимчик после чего происходит все то же самое то есть, мы берем лидрохвост, протыкаем все, монтаж готов вопрос только встает о том, то что подобрал размер не очень подходящий вылетает в этом да что ж такое-то, а в этом месте, как вы видите ушко развернуто не под тем углом то есть, в принципе я не скажу, что самый лучший вариант также ибо приманка если мы будем брать что-то типа савамура или кейсэч она мягкая, и эта фигурка с легкостью у нас вылетает немножко еще подыскав по магазину я нашел вот такую новиночку это оффсетники от компании YOSHI ONIX раньше я пользовался оффсетами от Seikio в чем разница YOSHI ONIX за такую пачку вас попросят где-то 180 рублей за Seikio 165 но YOSHI ONIX всего лишь 5 крючков Seikio 10 но YOSHI ONIX имеет пружинки в чем прелесть, в чем разница давайте посмотрим опять в режиме говорящих рук итак, вот у нас Seikio вот у нас YOSHI ONIX внешне они очень похожи даже если сложить их вместе мы увидим, что размер, загиб все полностью одинаково единственное исключение это ушко ушко YOSHI ONIX, как мы видим значительно шире это сделано для того, чтобы сюда поместился и сам груз джигаловка, точнее, чебурашка и пружинка кстати, за что я люблю Seikio так это за их способность разгибаться проверим YOSHI ONIX таков или нет возьмем один крючок и сымитируем зацеп вот мы его разогнули и теперь попробуем согнуть обратно вот, получилось крючок не сломался и это ему плюс а теперь попробуем его оснастить то есть, возьмем тот же самый многострадальный гамблер и пружинку прелесть пружинки заключается в том что ее можно насаживать отдельно а можно насадить сначала на крючок а потом уже оснастить приманку и так просто-напросто вкручиваем тело в данном случае ребра хвоста ну, я бы не сказал что какая-то есть эстетика кстати, все вылезло тот же косяк который происходил и с самодельными пружинками то есть, некрасиво пробуем еще раз находим середину и с усилием ее туда вворачиваем вот ну, на этот раз получилось более-менее кстати, сидит так вы видите вообще замечательно далее, все что нам осталось это закрепить приманку за пушка всетника блин нет, я бы не сказал что все это дело очень удобно ну, и опять-таки крепим как обычно вот, что у нас получилось в принципе в принципе конечно, монтаж этот вполне удобный в том плане то, что надежный но не скажу что слишком красивый а, кстати, добавим туда еще груз в головку я взял специально потяжелее 32-й где у нас побольше проволока потолще вот мы присобачили груз вполне подвижен приманка должна работать и играть как ей положено ну, а нравится вам или не нравится и насколько вам подходят такие осетники это уже решать вам ну, насколько хороши или плохи крючки от ее шумовницы мы увидим только в предстоящем сезоне 2017 года пока зима и, к сожалению, на спиннике я ловлю крайне редко ну, а пока подготавливаем снасти закупаемся новинками если что-то будет интересно я обязательно вам об этом расскажу но с вами был Соколенец пока-пока субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok